Он выбирает какой-то раннер или дефолтный, и тот запускает класс. Дефолтный раннер, он берет следующее. Он находит BFO класс, это типа статический инициализатор. Потом находит BFO, запускает, потом находит тест и запускает. Оказалось, что на нем можно делать не только модульные тесты, то есть тестировать наименьшие части, но и тестировать как бы более... Он сделан для того, чтобы проверить множество простых ситуаций. Да, даже когда они касаются всего приложения. В данном случае получилось, что вот это формально не является модульным тестом. Собрать весь проект, подключить ему базу данных, поднять его в веб-контейнере, сделать HTTP-запрос по Windows-GISP. По очной странице проверить, есть ли там девочки какие-то. Это не модуль, это скорее функциональный тест, наверное. Но мы проверяем, что наш сервер показывает страницу IDX-GISP, и она выглядит так, как хочет закачивать. Но... Если связь между классом, то есть функция, основная функция, которая важна в плане? Ну, в принципе, смотри, со мной стороны, это и интеграционный тест, если мы используем базу данных. Мы просто решили, что наше приложение, например, если послать запрос, то туда придет ответ. Если мы на странице найдем какой-нибудь данный из базы данных, то этот тест, в том числе, интеграционный. То есть он доказал, что наше веб-приложение корректно входит в базу данных и что-то туда вычитывает. Естественно, в тесте, опять же, при помощи кучи плагинов в библиотеке, желательно написать, что мы тут же тремя строчками заполняли базу. То есть в тесте должно выглядеть так. Что? Пусть в базе, в таблице юзера будет лежать Вася Путкин 1, 2, 3. Делаю запрос на индекс.гсп, проверяю. На индекс.гсп написано «Hello, Вася». Ну, при этом, я делаю запрос, указываю, что имя Вася, логин 1, 2, 3, и у меня рендерится, что «Привет, Вася, ты залагировал». То есть получается, что хотя с точки зрения менеджмента это не модульный тест, он тестирует огромный кусок, но с точки зрения программистов удается подкрутить его под то, что, ну, очень простая, очень много библиотек, но очень просто это выглядит. Положить в базу Васю, сделать вызов по URL, проверить, что написано «Привет, Вася», на индекс.гсп. Правом, я к нему был. И тут оказывается, что джейюгин стал достаточно для джейлистов универсальной платформой, где скручивают все, что угодно. «BaseURL» — HTTP, LotaFost, 1, 2, 3, vena.sy.gulab. Хорошо. BFO класс. Ну, вот они, собственно говоря, что мы видим. Это как бы статический инициализатор, там поднимают джейки. Ага, с чего следует, что вот этот метод «main» — это просто тестирование. Тестирование, давайте запустим, интересно. А, я уже могу как-то уронить. Джейки поднялся, судя по всему. Вот мы подняли свой «прямый». Ну, из метода «main» поднялись в маленький контейнер. Хорошо. Так. То есть «main» там лишний. Вот, собственно, старт. Хорошо. «prepare» — что это делать? «set by seurl» — что это делают? Да. Это какая-то из пулза «gwebunit», который там подключали. Это какой-то набор примочек, который позволяет нам, видимо, очень просто делать вызовы по HTTP и очень просто анализировать ответы. — Заточено поджечь? Да? Заточено поджечь? Когда у нас там в контейнере развернулся к джерти, мы видим его только он на TCP и поднял и отвечает по HTTP. В этом смысле отсюда мы даже… Особенно мы не можем сюда понять, джерти там, или тонкая, или апача, или иск вообще не может там. Ну, как когда мы браузером лазим по интернету, мы, собственно, не знаем, какими веб-серверами подняты сайты. Это мы ей сказали, что все запросы будут относительно, ну, понятно. «Local host», «Port», «пример-переложение». Хорошо. «Webunit» хочет. Давайте посмотрим. «Test, shoot, check, elements of in-dispatch». Хорошо. И, соответственно, этот, судя по всему, «Webunit» порождает какой-то свой язык. Это называется «Internal DSM». Внутренний доменно-ориентированный язык, предметно-ориентированный язык. Пытаются, чтобы на джаве строить, как мы некоторые рассказы. Начинаем с «Home HTML». Клацаем на клинки-регистр. Проверяем, что на поле. То есть, фактически здесь, как будто у меня язык, и я управляю, то есть это «Gwebunit». Это как будто у меня есть браузер. Ну, это какая-то библиотека, которая делает вызовы по HTTP, получает HTML и может делать навигацию в рамках HTML. полученного. Но конкретно ее методы стараются выглядеть так, чтобы вот это выглядело, как будто рассказ, как я классов по браузеру. То есть, классу на «Home HTML». Классу на «Link registration». Вопрос опять же, я же не знаю, как это выглядит. То ли там есть, страница есть, «a href равно…» и что тут? «Registration». Это библиотека. А? Может библиотека? Нет, это вот этот «Title» должен быть «Registration call». А, «Title» и «Registration». То есть «a href равно ссылка все равно какая, а вот тут должен быть написано «Registration», да? Да, на той странице, вот вы кликнули на «Link» и пришли на какую-то страницу. Вот у этой страницы «Title» должен быть «Registration call». «Registration» — это имя «Link»? Нет, «Title» как раз «Registration форма». Это третья строка. «Link» называется «Registration». Интересует вот клик «Link» и «Registration». Это то, что находится в теге «a»? Вот так. В общем, мы заходим на «Home HTML» и в рамках «Home HTML» мы клацаем на «Link» и «Registration». Вопрос, что такое «Registration». Это название «Link»? Вопрос, что такое название «Link»? Есть «Title» и «Create» адрес. Как с данного тренда «Home HTML» мы увидим. В «HTML»? А… Проще всего, давайте открыть «HTML», я уже не помню, но по-моему, там… Что там? Ну, видно там слово, которое «Registration», мне нравится со мной. Наверное, вот здесь. Есть подозрение, что эта штука как раз человекоориентированная. Ну, обычно стараются сделать такие инструменты, это называется, собственно говоря, это автоматизаторы этим занимаются. То есть обычно у них есть какие-то инструменты… что-то еще… У него тогда мы писали в алгоритм. В данном случае эта штука не столько прономисто-системно-ориентированная, а, видимо, более как бы тестировочно-ориентированная. То есть прямо рассказывается, как бы вот наш человек классов по форме. Да. Хотя, возможно, это мощный инструмент, я не слышал, возможно, я могу выбрать, например, 14-й гивчик. Ну, человек, когда браузер отобразил, по большому счету, он при помощи мыши 14-й гивчик выбрать не может. Он не понимает, где идут гивчики, не понимает, кто 14-й. Вот. Ну, в данном случае это просто два разных стиля. Ну, либо мы прямо говорим, что бы мы видели на экране браузера, либо же говорим, там, «Сохрани такую-то фуку», пользователь браузера этого не видит. Ну, в принципе. Вот и ушел, assert, assert, assert. Да, это все методы при помощи статического импорта, полученные с j-web unit. Ну, какая-то вот такая вот уйма, уйма, огромная куча assert. Вот. Вот. Радио. Тинопшины. Селекты. Формы. Мы просто проверяем наличие каких-то элементов на странице. Вот серия более есть. Кнопочки, линки, название, текст такой должен быть, она может проверить. Она может проверить, ну, все, что-то. Да. Вот здесь уже на самом деле. Чек-буксы. Да. Тогда такой есть момент, который сразу, ну, в начале, есть две проблемы в таких типах. Ну, вот здесь были бы в жизни реально. проблемы. Проблема номер один. Класс проблем. Это особенно технические инженерные проблемы. мы пишем в храньер, взяли первое, что нам показалось с такой коверфлой, это был джетинг. Два дня, три магии с помощью плагинов на ограждении у нас теперь вот это работает. Потом, через два месяца, оно перестало работать. Вопрос, как бы, внутренних инженеров, мы что-то в нашем банке начали такое делать, что встроенный джетинг поддерживает? Или же, ну, какой-то там трюк, кука на куки, что это еще, она поточница, там, вот так, фильтры на фильтрах. Может джетинг не тянет, что это означает, что джетинг может. Например, нам надо вникнуть четко в каждую строчку, которую мы указали. Почему мы взяли такую версию джетинг? Может взять другую, может взять стабильную. Или stack trace, значит, какие-то инобирные, это системная часть. Чисто такая вот, системная джетингская. Более потребительская, которую, на самом деле, оценивает заказчик, которую мы видим, и которая тоже, это вторая такая боль, это как вот это писать. Объясню. Мы взяли джевые в юнит, потому что использовали компании, мы использовали, все согласны, хороший. Мы выбрали, он лучший. Вопрос, какие строчки перечислить? Здесь все очень просто. Здесь, когда вы начинаете писать программу, сначала у тебя есть те органы запрещенные. Тут спецификация. На этой странице должно быть кто-то, кто-то, кто-то. Ты берешь эту спецификацию, пишешь, что я сначала. Вот точно так же. На этой странице, когда ты открываешь эту страницу, туда должен быть метр регистрация. Когда ты нажмешь метр регистрация, там должна появиться странице с таким названием, на которое есть какие-то клетки. Вот ты сначала все это пишешь, все эти тесты. Вот написала, все и сложила, а потом начинаешь писать уже само приложение. А потом она должна работать. И потом такой, изначально на благоработающих ты начинаешь проводить тесты и смотришь, ага, будет ли оно тебя... Ну да, такой классический TDD, который как разработки UI. И это уже правда ищет. Да. Фактически мы здесь пишем, самое интересное с точки зрения джорниста, что должно быть на странице. Да, я вижу, должна быть линка регистрации. Отлично. Name, password, подтверждение пароля должно быть. Не только должна быть, но она еще должна быть после того, как мы на нее щеркнем, насколько я понимаю, открыть новую страницу. И на той странице должны быть все деньги. Но вот, допустим, она ничего не говорит, там, допустим, элемент, password, что он будет правильно выполняться. Он просто говорит, что есть элемент с таким названием. Этот тест проверяет наличие статических элементов. Только наличие, но не проверяет логику. Работает, не работает. Там человек куча сценариев, и каждый тест проверяет свой сценарий. Аж простые сценарии. Там миллион этих тестов, каждый из которых проверяет, что происходит. Получается, ну, это такой правильный модульный аттестирование. Мы зашли на home, класснули один раз, получили какую-то страницу, да? Регистрация формулы. И вот детально проверяем. У них есть то, 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 сё. И в том числе есть кнопка «собни». Просто наличие. Значит, в следующий раз мы зайдем на home, класснем на registration, не будем проверять, этот сценарий проверяет. И класснем на «собни». И посмотрим, что все хорошо. Или заполним в элементы, там, password. Чего-нибудь наберем, а потом нажмем «саббит». Да, ну, конечно. Нет смысла. То есть тут, может быть, сценарий. Но мы не заполнили поля и нажали на «саббит». Мы заполнили поля тем, чего нет в базе данных, и нажали на «саббит». Мы хотим увидеть форму, извините, в Пупкино в базе данных. Не, наоборот. Если Пупкино нет, все должно быть хорошо. Не важно. Здесь вопрос, я же говорю, заключается обычно в следующем. Ну, там, где я сталкивался. В том, что, вот в этой простыне, например, когда, если бы здесь… Ну, не так. Когда мы описываем что-то в углу сценария… Десятки, ну, вообще говоря, сотни сценариев. То есть мы видим, что здесь, да, вот, прошли такой сценарий, такой. И каждый день поражается несколько сценариев. То, если приходит, например, происходит редизайн сайта, а это достаточно нормальная практика. Скажешь, что теперь наш логотип другой, другие шрифты используем, тут же во скриптон подгружаем. Ну, там, ВКонтакте постоянно меняется. У меня сайт для новостей. Да получается, что все наши старые сценарии станут невалидными. Ну, ваш конкретный… Наоборот. Как бы, наоборот. Вот, если, допустим, дизайн или модернизируется сайт, то, если, как бы, требования заказчика не подгонялись, то, наоборот, вот эти все тесты должны, как бы, прогоняться. Кстати, вот я недавно столкнулась, буквально у меня… Ситуация. Ситуация. Мы делали-делали, грудянула интернет-магазин. Они вызвали СО-шников, что-то сделали с СЕО. Там тоже, типа, у них какой-то, там, может быть, программист. Вот, в результате чего они поубивали линки, поубивали часть контента и поубивали имиджи куда-то у них. Тесты это показали? Нет, вы тесты. Нет, потому что они не поубивали. Тесты показали? Нет, ну, просто это ситуация, как бы… Они не обладают по Дидидею. Нет, моя именно компания. Это, это… Мой проект учебный. Это я училась делать по Дидидею. Поэтому лучше, чем то, что делает коммерческая компания. Уже в компании, в которой эти деньги не применяются. Но ситуация вполне живая. То есть, как бы люди что-то делали и что-то поубивали. Для того, чтобы просто быстро, допустим, проверить, все ли работает или что-то не работает, можно оправдать вот эти тесты и посмотреть как бы все ливинки на месте, все ли элементы на месте, допустим, после изменения дизайна. Но это называется… Как это? Опять же, то есть тут уже… Это не совсем инженерно, это такая… У тестировщиков термины часто пересекаются. Они не ортокональные. Часто одно действие носит три названия, зависит от смысла. Называется регрессионные тесты. Это когда вы что-то сделали и вдруг понимаете, что возможно что-то сломалось. Вы что-то серьезно изменили внутри, в глубине. Листенер тебя слушает не стат сессии, а помещение в сессию первого атрибута. И тогда вы запускаете вообще все тесты. Обычно вы меняли модуль, запускали тесты. А потом вы запускаете вообще все тесты, что есть и смотрите, что отвалилось. Ну, типа какой регресс произошел. Вы системно поменяли и смотрите, а там что-то бах, отвалилось. Вот. Здесь, сейчас я объясню, я не критикую, просто проблема объясняю. Здесь написан текст, который будет на странице. Который вообще, говоря, меняется постоянно. И дело в том, что тут же не важно, каким шрифтом оно будет выведено. Шрифтом не важно. А текст? То есть оттрачек настоял на том, что текст может быть такой и не белый. Он не похож на заказчика. Получается, по идеологии вот этого теста, получается так. То есть он должен брать какой-то перемен из файлов, которых хранит и нормальный. Объясняю. Ну, subbit с маленькой буквы. Да? Для них не должно быть большой буквы. Он говорит, а нет, все большими буквами должно быть. Нет, должно быть subbit, запятая, близки. Ну да, да, да. Как же это делать? Да. В таком случае, я же говорю, мы можем имитироваться на следующее. Да. Пункт первый. То есть вот искусство построения сценариев, оно заключается в том, что когда у вас сценарий постоянно накапливается, вы изучаете своего заказчика, на что он циклит. То ли он плохими добавляет, то ли он затачивает под разные языки, то ли он постоянно меняет дизайн, то ли у него какие-то свои специфики работают. И изучается, значит, команда, что обычно происходит. И надо так строить сценарий, чтобы, по сути, сценарий – это здоровенный багаж, в конце концов – это чайка месяца. Три сотни сценариев. Чтобы при типичном изменении, при типичной эволюции проекта, который вы наблюдаете, затрагивался минимум сценариев. Ну, конкретно. Когда мы говорим про какой-то визуальный элемент на экране, да, мы можем его идентифицировать по тексту, который видит юзер, а можем при верстке поместить это в какой-то дивчик, диву дать ID и идентифицировать по этому ID. Юзер – то есть невидимые элементы HTML, которые клиент никогда не увидит. Мы скажем, например, что мы хотим взять ID, в котором ID Submit, и проверить, что в нем только одна линка, и ее нажать. Вне зависимости от того, что на линке написано, любой текст. Ну, например, эта штука не очень стабильна к локализации. Ну, вот яркий пример. Если у нас сайт двуязычный, то сразу возникает проблема, мы на самом деле не знаем, какой текст будет. Ну, потому что если мы запросили русскую версию, русский текст, английский – английский. То есть задача построить, вторая не системная, построить тесты так, чтобы минимум мутировало. Типичное – это выглядит так. Садятся люди, педалят, все, и возникает 100 сценарий. Потом через полтора месяца они сталкиваются с первым изменением требований. Со вторым – редизайн сайта, новая верстка, новые верстальчики, хоп-хоп-хоп-хоп. И в конце старые сценарии никто не хочет три дня перекидаливать на новые, или ВМ не выделяет три дня на поддержку сценария. И, конечно, сценария может уменьшиться. Оказалось, что если сценарий хрупкий, то никто не захочет раз в три месяца тратить три дня, должен сидеть и просто тщательно выяснять, как теперь называется эта кнопка. Почему упал тест, который за комментарий? В этом случае, поскольку сценарий возникает много, хотя бы сотни, задача сделать, чтобы они были не сильно хрупкие. Потому что иногда бывает, что раз – они почти все поломались. И это не тупой копипаст. На всех сценариях надо саббит заменить на саббит, запятая приз. Это сел в это быстро. 30 минут, две чашки кофе. При хорошем дизайне все эти сценарии, уже отводные папки – плац-плац-плац-плац-плац-плац-плац-плац-плац. Плохо, когда Манайер классно верстакам, он пришел, говорит, вы в старом стиле, сейчас никто так не делает. Мы сделали, мы делаем, я хуй. Он перепедалит, у нас фактически вот тут все меняется, меняется они порядком и становится больше, меньше. И после чего никто из программистов не хочет смотреть, что там «Герстарт» сделал. Ну, то есть… Хорошо, давайте перерываем. Субтитры сделал. Старый дизайне.